Криво шея – достаточно распространенное патологическое состояние, при котором у новорожденного происходит изменение костно-мышечного каркаса шеи, что в свою очередь приводит к неправильной установке головы. Данный процесс чаще односторонний, но изредка встречается и в случае, когда вовлечены обе стороны. Эта патология может быть как врожденной, так и приобретенной из-за нарушения в скелете или тонусе мышц шейного отдела позвоночника. К самым частым причинам криво шеи можно отнести следующее – давление на плод во время беременности при неправильном установлении его головки, развитие миозитов, врожденные пороки развития грудиноключично-сосцевидной мышцы, кровоизлияние, растяжение, разрывы мышечных волокон, ишемия во время родов. Все вышеперечисленные факторы приводят к разрастанию соединительной ткани, вследствие чего поврежденная мышца становится менее эластичной, отстает в росте от одноименной здоровой. Как следствие, мы наблюдаем склоненную на бок голову малыша. Учитывая анатомические особенности во время повреждения, можно выделить следующие формы кривошеи. Остеогенная – идет поражение костного аппарата шеи. Артрогенная – наблюдается изменение в суставах шейного отдела позвоночника. Миогенная – по причине мышечного дефекта. Нейрогенная – патология со стороны нервно-мышечного аппарата. Дерматогенная – поражение кожи и подкожной клетчатки. Основные симптомы кривошеи возникают не сразу, но уже ближе к третьей неделе жизни малыша внимательные родители могут заметить первое проявление данной патологии. Укорочение грудиноключично-сосцевидной мышцы приводит к тому, что головка крохи оказывается наклоненной в больную сторону, а личико отвернуто в противоположную и отклонено назад. Попытки мамы придать головке нужный наклон вызывают у ребенка негативные эмоции. Наблюдается скос затылка со здоровой стороны и чуть приподнята лопатка и плечика со стороны повреждения. Также отмечается утолщение плотной консистенции в области нижней трети грудиноключично-сосцевидной мышцы. Помните, если своевременно не начать курс лечения, постепенно наступает атрофия мышц. До одного года кривошея не проявляется грубой симптоматикой, но родители обязаны понимать, что процесс прогрессирует. Вместе с ростом ребенка растет и проблема. Нарастает ограничение подвижности в области шейного отдела позвоночника. Формируется сколиоз грудного и шейного отделов, недоразвитие лицевого скелета, асимметричность черепа, нарушение опорной функции позвоночника и в конечном итоге инвалидность. Для подтверждения диагноза и определения причин кривошея основными специалистами для вас станут педиатр и ортопед. Но также следует помнить, что наклон головы у малыша может быть связан с гипертонусом мышц шеи, в таком случае на помощь придет невропатолог. С целью дообследования может быть назначена МРТ либо обзорная рентгенография шейного отдела позвоночника. Если диагноз кривошея подтвердился, в большинстве случаев назначается консервативное лечение. Лишь единицам показано хирургическое вмешательство. Тактика избирательна в зависимости от степени деформации грудина ключично сосцевидной мышцы и возраста ребенка. Учитывается состояние окружающих тканей. Самое главное для родителей не паниковать и научиться контролировать свои эмоции. Запомните, на данном этапе малышу нужна не жалость, а ваша непосредственная помощь. Правильное положение, массаж и гимнастика плюс ваш систематический подход обязательно дадут положительную динамику. Укладка или правильное положение – это та часть лечения, которая полностью ложится на плечи родителей. Помните, проявление жалости в данной процедуре недопустимо. Конечно, если вы настроены на положительный результат. Головка ребенка должна быть зафиксирована в правильном положении. С этой целью можете использовать ватномарливую повязку, бублик или тканевые мешочки, наполненные крупой либо солью. Таким образом, мы нормализуем мышечный тонус. Данную методику нельзя использовать, если ребенок часто и обильно срыгивает. Малыша следует укладывать на жесткий матрас. Подушку используем лишь в том случае, если ребенок спит на больной стороне. Тренируем поворачивать головку крохи в сторону поражения. Для этого подходим к ребенку с больной стороны. Малыш автоматически будет пытаться следить за вами, тем самым растягивая поврежденные мышцы. Не забывайте о правильном положении, когда носите кроху на руках. Прислонитесь щекой к щеке или щекой к шее. Главное ограничить поворот головки ребенка в здоровую сторону. Если массаж более грамотно проведет специалист, то овладеть навыками лечебной гимнастики родители могут и сами. Участвуют и мама, и папа. Уложите ребенка так, чтобы верхний плечевой пояс находился параллельно краю стола, а шея и головка как бы спадали. Вы обеими руками изначально поддерживаете головку, затем отводите ее назад и вперед. Малыш должен коснуться подбородком груди. Данная техника проводится только в передне-заднем направлении, а вы, в свою очередь, не даете головке ребенка отклоняться от курса. Повторите упражнение 6-8 раз. Следующее упражнение – это наклоны головки малыша к плечевым суставам. Исходное положение не меняем, верхний плечевой пояс ребенка по-прежнему находится параллельно краю стола, головка свешена, лежит на ваших ладонях. Сначала производим 3-4 наклона в здоровую сторону, а затем один в больную. Старайтесь выполнить упражнение так, чтобы ушная раковина здоровой стороны коснулась плечевого сустава. Для следующего упражнения вам понадобится уложить кроху на здоровую сторону. Головка сначала лежит на вашей ладони, затем по мере вашего удаления поддержки как бы свешивается. После этого верните головку ребенка в начальное положение и отведите чуть вверх. Параллельно с лечебной гимнастикой и массажем следует провести курсы электрофореза с калией и дитом до 15 процедур. Через время повторите за год до трех раз при условии, что есть положительные изменения. Не забывайте показаться своему лечащему врачу для оценки совместных результатов. Помните, здравая оценка ситуации, грамотный систематический подход, упорство и ваша безграничная любовь помогут добиться желаемого результата. Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok